Музыка Самая последняя американская мода Это без шампуня Мытье содой и споласкивание яблочным уксусом Хороший эффект Польза какая-то есть Через какое-то время Начинаешь мыть голову раз в неделю И они перестают пачкаться И я категорически против этого Просто даже если взять эстетическую сторону Этого момента Даже если голова выглядит чистой Запах через 3-4 дня От головы имеется у каждого человека И после недели Не использования шампуня Или каких-то еще Свет для мытья головы Я честно скажу Запах отнюдь неприятный Поэтому мыть голову раз в неделю Я ни в коем случае не рекомендую Никому, особенно семейным парам Дабы не разойтись По разным кроватям Уксус у нас еще испокон веков В Советском Союзе Мы помним на маму всегда После шампуня Споласкивали блеск Утикула закрывается Волос более гладкий становится У нас сейчас очень много Более эффективных Более приятных что ли средств Я не знаю Я все время любопытствую Может быть когда-нибудь попробую Я очень часто от своих клиентов Стала слышать Что они стали мыть голову Без шампуня Только при помощи бальзама Заходишь в душ Первым делом ты Мочишь голову Обильно наносишь И втираешь в корни На бальзам Либо кондиционер Который мы обычно привыкли пользоваться Распределяешь по волосам И оставляешь На какое-то время Пока идет процедура Мытья всего остального тела Потом просто смывается водой И все И происходит обыкновенная сушка Не капли каких-то загрязнений Жира Запаха То есть все промывается Точно так же Как и после шампуня Единственное то Что волос становится более гладким Потому что мы не вымываем шампунями Как вы говорили Силиконами Парабенами И всем остальным А Грубо говоря Это на всю длину получается Можно наносить Да Непосредственно на корни Чтобы вымыть именно Кожу головой И потом наносится по всей длине Но у меня почему-то такой какой-то странный предрассудок Что ли по этому поводу Что волосы могут начать быстрее пачкаться из-за этого По моим расспросам у клиентов Которые пользуются такими методами Все точно так же Как при использовании шампуня Но тоже ламинирование В интернете есть рецепты Что можно желатином сделать Дома в разводе желатин Или делаешь Я пробовала Сразу скажу честно Волос становится другой Он становится более насыщенный Более какой-то упругий Более блестящий Но Как вы только перестаете пользоваться этим методом Желатином грубо говоря Эффект пропадает Это разовая такая вещь А на сколько долго он держится? До следующего матья То есть вы помыли Если в следующий раз просто Грубо говоря Голову просто шампунем Бальзамчиком И вы не применяли Желатин ни до, ни после То есть это от мытья до мытья Грустно Только возиться на один раз У меня была клиентка молодая девушка У нее были короче волосы Немного, чем у вас Она и пользовалась Одно время очень часто и постоянно Ну буквально чуть ли не через день Как она мне рассказывала Я ее всегда стригла И я замечала, что волосы растут Стали расти быстрее Даже за счет того, что они стали тяжелее Они начали как-то у нее Более усиленно расти И она мне рассказывала, что Она сейчас просто два раза в неделю Либо еще реже Просто для поддержания эффекта Но ей нравилось Отличаются ли все-таки тогда средства Масс-маркет от каких-то салонов Сегодня, кстати, я на эту тему Слушала аудио-шоу И там как раз сказали о том Что нет никакой разницы Потому что одни и те же ингредиенты То есть да, может быть Это формула уникальная Именно в этой упаковке Именно вот такая пропорция Силиконов определенная Но по сути разницы нет никакой Я как мастер, конечно, я сама предпочитаю Более профессиональные Фильмы, да, более профессиональные Но сказать, что прям такая Кардинальная разница Единственное, в чем я могу сказать Да, это Лориаль Обожаю Лориаль Будь то краска и нуа Будь то восстанавливающие бальзамы Обожаю Ничего лучше Я пока, наверное, еще именно для себя не открыла Именно профессиональная серия Не те маски, которые мы можем Просто в супермаркете купить Или бальзамы, шампунь Это же на одном заводе производится Лориаль То, что для профессионального использования И то, что для вот в супермаркете можно купить Нет, абсолютно нет Может быть на одном заводе Не спорю, все может быть Но это разная вещь Что я пользовалась и профессиональными И бытовыми Разница колоссальная Будь то запах, текстура Плотность того же самого бальзама Либо маски Что самый главный результат Но это интересно То, что вроде как Если это профессионально Это значит, что правильно Это может использовать Только профессионал Ну, в принципе Как можно неправильно использовать шампунь Тот же самый Но при этом В таком открытом доступе Ну, не всегда они есть А насчет шампуня Я могу вам пояснить Почему Не то, что требуется Чтобы использовал именно профессиональный шампунь Именно профессиональный Профессионал В салоне Приходит клиент На укладку И мы его мыем Не простым бытовым Домашним шампунем А мы его мыем Именно профессиональным За счет своих качеств И состава своего Лучше очищают кожу головы Волосы И той же самой укладки Вам хватает, грубо говоря Раза в два На два больше Чем если бы я помыла Простым шампунем То есть укладка держится Намного дольше и лучше И клиенты за это платят И они идут в салон Не для того, чтобы к вечеру У них там либо все опало Либо на следующий день Им уже требовалась новая укладка А для того, чтобы 2-3-4 дня Можно было проходить С красивой Ухоженной Уложенной головой Но если я дома Использую такой же Профессиональный шампунь То у меня будет то же самое Нет Дома Почему не рекомендуют Использовать профессиональные шампуни Потому что Они очень сильно вымывают Кожу головы А, то есть это не на каждый день Так скажем Да, сухость Шелушение Сухость, будь то кожи головы Будь то волос Это отрицательный результат получается Поэтому рекомендуют именно в салонах Не для частого использования Даже во многих сейчас Во многих фильмах Есть профессиональные шампуни и бальзамы Для ежедневного использования Но это все рекламный ход Потому что пробовала я сама Использовала Зараздо жестче Влияет на это На волосы Хотя написано Что для ежедневного использования Отличаются ли Для ежедневного применения Например, есть написано О них Можно, может, скажем Либо ничего не написано Нет, можно То есть Все любые Бытовые шампуни Которые можно просто В супермаркете купить Вы можете мыть Использовать каждый день Даже если там не написано Что для ежедневного применения У них состав более слабый Более разбавленный Чем у профессиональных Ну вот вы дома каждый день Профессионально мыете Нет Обычно Конечно Потому что я пробовала Я думала, что вдруг я начну реже мыть И, как бы, может быть, волоса будет лучше Нет У меня начался зуд Даже вот Очень распространенно Особенно теперь Как бы тоже можно часто найти В магазинах Непрофессиональной косметики Все-таки Я чувствую Шампуни Грубо говоря Той же самой Эстель Российская фирма Но От него Когда я часто, допустим Использовала его У меня даже кожа на руках Начинала швушиться Не то, что на голове Как я всем клиентам Отвечаю Которые задают Очень часто Один и тот же вопрос Почему выпадают волосы? Волосы выпадают В основном Всегда по трем причинам Основным Это стресс То есть Будь то На работе Либо у кого-то Там что-то Иногда бывает Боря Операции Общий наркоз Это очень сильно Отражается На И качестве И количестве Волоса И Вторая причина Здоровья То есть Нехватка Виталина Грубо говоря Третья Основная причина Это Гены То есть Раннее облысение Грубо говоря У папы Деды Бабы То есть У родственников И Мужчины Очень часто В основном Они по этой причине Очень часто Раннее облысение Это именно А с ним Кстати Можешь что-то Сделать Нет Против природы Уже Ничего То есть Вот этот Лазером Пшик-пшик Пересадить Нет Нет У меня Лично Может Правда Сходит Я делала Два раза Густар Что это Тоже Новое Ну Уже Как бы Не совсем Новое Но Относительно Особенно В нашем Городе Процедурка Это Делается На Макушечной Зоне Прикорневой Объем Где-то В течение Два-три В месяцах Он Расходится То есть Грубо говоря Вид Химической Заливки Который Просто Придают Объем Вы можете Помыть голову Это Вне зависимости От длины Потому что Чем длиннее Они все-таки Тяжелее Не зависит Просто Уже По крайней мере Такого Плоского Затылка Уже По-любому Не будет То есть Все равно Будет Хоть какой-то Оно Объем Длина У меня Такая Средняя И Упекаюсь Немножко И Мне в принципе Очень нравится Эта процедура Я уже два раза Делала Волоса В принципе Если умелый Мастер Волосам Не вредит Но вы себе Все сами Делаете Нет Я делаю Свою Мастер Действительно Маски И остальное Сделают Нужно Столько Разницу Какую Да Смотря Как вы И какую Делаете Я На своем Личном Опыте Я Сама Через Это Прошла Я была Доволь Черная Сейчас Я Сушила Волосы Мне Затем Сделали Очень Часто Мелко Мерирование И Я Решилась Так Благим Сразу Здесь И Сейчас После Черного Цвета Соответственно Я Когда Начала Сушить Волосы Я Поняла Что Солома Здравствуй Конечно Я Мастер Я Не Привыкла Чтобы У меня Волос Был В Таком Плачевном Состоянии К тому же Я Боялась Что Он Начнет Сыть Соломаться И В принципе Я Потеряла Свою Длину На тот момент Я Конечно Использовала Маску Estelle Miracle Она Зеленого Цвета Постанавливает Волосы Просто Шикарно Честно Вот На своем опыте Но Единственное Почему Я Спрессила Как Применять Можно В Принципе Взять Любую Более Или Менее Хорошую Фирму Я Очень Люблю Гаранье Сейчас У них Хорошая Линия Сосвосстановления Либо То же Самое Лореаль Лореаль Вообще Конечно С маточным Молочком Это Просто Божественные Маски Так Вот После Мытья Промокнув Полотенцем Волосы Как Вы Правильно Заметили Где-то От середины До концов Обильно Наносим Так Чтобы Грубо говоря Чуть ли не капало Маску Делаем Дулечку Одеваем Шапочку Либо Полотенце Либо Грубо говоря Какую-нибудь Допустим Зимнюю шапку Именно За счет Парового Эффекта Кутикула Волоса Открывается И в нее Глубер Принекает Маска При смывке Она закрывается И у вас Волос Ну Разница Кардинальная Вы сразу Это заметите Даже после первого Поменения И Если Я почему Люблю Горельер У них Очень сильно Отдушки После того Как вы С этой масочкой На голове С паровым Этим Эффектом Вы проходили Я ходила Всегда По полчаса Потом Я просто Смывала Сушила Обычным методом От вас Волос Будет Сутки Шикарный Шлейф Запах Просто Сноксшибательный Просто Это Вот Почему Я люблю Горельер У них Очень сильно Отдушки Я обожаю Эту Длиния В принципе Я даже Сейчас Для профилактики Раз в неделю Так делаю Если Волосы Очень сильно Подсушены Чем-то Подпорчены Будто Краска Химическая Завивка Неудачно Вы всегда В мисочку Большое количество Маски В любой аптеке Вы можете Купить Витамины Группы В И Витамины С Вакула По одной Апуле На одну порцию Вашей маски Которая Требуется На вашу длину Вы добавляете Просто Эти витамины По Апуле Наносите Размешиваете Наносите На волосы И они Еще глубже Питают В каждой коробочке По 10 ампул То есть Вам хватит Ровно на 10 процедур И как их часто Каждый раз После мытья Или раз в неделю Несмотря Зависит От того эффекта Который Вы хотите Получить Если Волосы Очень сильно Повреждены Я рекомендую Это делать После каждого Мытья Хотя бы Вот эти Именно 10 ампул 10 процедур Поделать Потом Можно В принципе Перейти На раз в неделю Но Эффект Будет заметен Сразу Честно Вот Не просто Так Закололи И пошли Именно Чтобы было Тепло Чистая голова Даже если Она не уложена Это уже прическа То есть Вот как-то У меня иногда Бывает так Вот Я ложусь спать И в принципе Я понимаю Что еще Голова Достаточно свежая На утро Я просыпаюсь И она Просто Такое ощущение Что произошло Что-то Уже 3 дня Что с головой Причем Иногда Все в порядке То есть Два дня Может пройти Между мытьем Нормально Иногда Это уже На второй раз От чего Это зависит Ну Я вообще Не Не всегда Могу понять Что произошло Вам просто Надо отследить И попытаться Понять От чего Это зависит В основном Это либо Сальные железы В основном У нас ночью Как бы весь организм Отыхает Сальные железы У нас Работают Всегда И Если они у вас Ночью Работали Более активно Чем Мы говоря Обычно Либо Было душно То есть Довольно-таки Жарко Особенно Когда у нас Ключат Отопление Они Стараются На полную Ручку Сначала Ключить И Конечно От этого Голова Женится Голова Быстрее Либо Ваши Эмоциональные Преживания Очень часто Бывают Плохой Сон Либо Какие-то Стрессовые Ситуации На работе Либо Дома Вы Перенервничали Это все Отражается В том числе На голове То есть Вы Понервничали У некоторых Она начинает Резко Чесаться А некоторые Просыпаются С полю На пальцах Потому что Они всю ночь Раздирали Голову Оттуда Потому что Они Понервничали Там очень Близко Дневное Окончание И Как бы Это дает У себя Знание Либо Кто-то Просто Грубо говоря Ночью Более Потеря Вот И все Просто Надо Следить С чем Это Было Связано Чтобы Вы Это Последнее Могли Понимаю Что Там Есть Разные Факторы Которые На Это Влияют Что Это Не Просто Шампунь Или Например Переборщил С Кожи Головы Проблем Выпадения Волос Сибария Знаете Там Есть В этой серии Есть Краб для головы В принципе Неплохо Но Я не всегда Понимаю Смысл Зачем Да Потому что Скрабировать Кожа Здоровая Значит Волос Здоровый Фолликулы Правильно Образуются Согласна Но Очень Многие Неправильно Используют Краб для Кожи Головы Грубо говоря Переусердствовать Могут И от этого Пойдет Лишнее Шелушение Которое В принципе Только Навредит Я считаю Что эту процедуру Надо делать Либо в салоне И теми людьми Которые В принципе Знают Ох В этом деле Либо В принципе Воздержаться Вообще От этой процедуры У меня вопрос В том Что Может быть Это Какое-то Нездоровое Смывание Чего-нибудь Опять же Повторюсь Если Как бы Да Люди Злокопрепят Либо Перестараться То есть Сильнее Натереть Больше Давление Дать На те же самые Руки При втирании Этого скраба Для Кожи головы То Возможно Будет Обратный Эффект Но В принципе В принципе Скрабы Для тела Для лица Они же Только Получают То есть Ничего плохого Они не делают В принципе То же самое И для Кожи головы Ну Единственное Я не понимаю Смысл Именно Для Кожи головы Почему Потому что Недаром Там Где у нас На теле Есть Волосы Они Защищают Эти участки По той или иной Причине То есть Будто реснички Они защищают Наши глазки От попадания Кого Будет Не было Мусора Поэтому Если Наши Волосы Закрывают Большую Часть головы Они В принципе Я думаю Что В определенной Какой-то Большей мере Они защищают Нашу голову Я всегда Все сушу По себе Я не могу Рекомендовать Ту или иную Продукцию Либо Какой-то Способ Лечения Пока Я не попробую Сама Потому что Мастер Прежде чем Что-то Посоветовать Ему Я доверяю Если Он все Ко мне Кресло Он Мне Уже Доверился И Посоветовав То В чем Я не уверена Я не могу Так ленту Подвести Поэтому Все Что Я Когда-либо Говорю Либо Советую Я Всегда Все Это Проделывала Сначала На себе Сама Я пробовала Вот этот Скран Для головы Неоксин Мне Понравился Такое Было Ментоловое Слегка Охлаждение Небольшое Жжение На голове Но оно Нисколько Не раздражало Не насраживало Мне в принципе Понравился Такой Охлаждающий Эффект Такое Было Ощущение Что кожа Как будто Вздохнула Как будто Омертвевшие Клетки Кожи Головой Просто Мы Соскрабировали И кожа Грубо говоря Задышала Но Впоследствии Ничего Такого Чтобы Меня заставило Воспользоваться Этой процедурой Еще раз Я не почувствовала Теперь Я по длине Зажимая Между пальцами И выкручивая Под особым углом Они остаются Торчать И в это время Я Лезвие Мерячих ножниц Я убираю Торчащие Ваши секущие 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 Кстати Я сейчас Вспомнила Когда вы сказали Про особый угол Что раньше Я очень много лет Читала такой совет Чтобы от секущих Концов Тоже вот так В жгутик Свернуть И бритвой Побрить Что вы по этому поводу Думаете Ну Наверное Сейчас Твой ардимент Уже такой Можно Но я Бритвой Не работаю Только потому Что Я понимаю Что это Приносит Больше вред Волосам Чем даже Пустые ножнички Бритва Она настолько Она намного Тоньше Лезвия Ножниц И Она Ножницы Просто Отрезают По толщине Лезвие Настолько тонкое Что она может Вдоль волоса Срезать И он Будет Сыщиться Еще больше Я бритвой Не работаю Вообще Хотя Есть еще Горячие ножнички Есть еще Горячая бритва Но Как бы Больше эффективность От ножничек А вот Горячие бритва Это наверное Для мужчин Нет Нет Мужчины не пользуются Горячими ножницами Нет Или это не то Они стригутся Довольно таки Часто То есть Там у них Не успевают А просто Секущиеся Либо Они не делают Химию Как мы Они не красятся То есть У них Нет таких Повреждений На Волосе Многие Хотят Более креативную Стрижку То есть Чтобы были Рваные Концы Структура Была На Волосах Они Мастера Пользуются Горячей бритвой Редактор субтитров